Добрый день! Меня зовут Алина Батенская, и я тренер-инструктор по конному спорту в КСК Мустан. И сегодня мы поговорим о том, что должен знать новичок, прежде чем сесть на лошадь. И начнем мы с экипировки всадника. В первую очередь у всадника должны быть бриджи для верховой езды. С полной олеей для того, чтобы не натирать ножки. Также должны быть сапожки на маленьком каблучке, либо для тренировки идут ботинки и краги. Также обязательно в экипировке шлем, это очень важно. Шлем защищает голову всадника. И немаловажно одевать перчатки для верховой езды, для того, чтобы не растирать пальчики и ручки. Прежде чем сесть на коня и начать тренировку, нужно коня сначала почистить и поседлать. Для чистки коня есть много различных щеток. Есть крючок для копыт, есть шкребница, есть махивалка. Теперь мы можем начать седлать коня. Начинаем мы с вольтрапа. Вольтрап должен заходить на холку, слегка на грибку, то есть ложиться на пол плеча коня. Затем мы берем подушку. И кладем опять же на спинку. И затем седло. Вольтрап над холкой чуть приподнимаем, чтобы вольтрап не растирал холку коню. И крепим вольтрап к седлу, чтобы вольтрап из подседла никуда не уехал при движении лошади. Теперь мы берем подпругу и застегиваем подпружку. Затем мы одеваем оголовье. Новички не ездят на оголовье, новички ездят только на уздечках. На оголовьях ездят уже более опытные всадники, которые занимаются таким видом спорта, как выездка. Теперь мы уже готовы к тренировке и можем подняться в манеж. Прежде чем сесть на коня, всадник должен проверить подпругу, чтобы подпруга была затянута. Просовываем туда пальчики, хорошо затягиваем подпругу, чтобы седло не уехало под живот коню. Затем мы отпускаем стремина и приблизительно подбираем себе длину. Стремин должно быть под мышку на вытянутой руке. Теперь мы можем сесть на коня. Садимся с левой стороны, становимся спиной к морде, левым плечом к плечу коня. Подбираем два повода в левый кулачок, придерживаемся левой рукой за гриву, правой рукой беремся за заднюю луку седла и правой ногой делаем хороший толчок, мах и садимся в седло. Садник должен сидеть в середине седла, в самой глубине седла. Держим спинку ровно, осанку, плечики назад, стараемся лопатки чуть-чуть соединять. Берем стремина. Стремина правильно держать на широкой части стопы, там где идет большая косточка от большого пальца. Вот здесь нужно держать стремина. Ни в коем случае не забрать стремина под пятку по технике безопасности, чтобы не застряла нога в стремлении. Также при посадке должна быть вертикальная линия из трех точек. Это плечо, таз и пятка. Повод нужно держать большой пальчик к себе под повод. Между безымянным и мизинцем зажимаем повод в кулаки. Кулаки держим стаканом, чтобы большие пальчики смотрели вверх. Кулачки правильно держать на высоте одного кулака над гривой и на ширине одного кулака между кулачками. Ручки в локтях слегка согнутые у всадника. Верхняя часть руки до локтя привозжена к корпусу. Теперь мы можем поехать шагом. Для того, чтобы двинуть коня шагом, нужно сделать посыл. Посыл выполняется шенкелем. Шенкель – это внутренняя часть ноги от колена до пятки. Шенкелем выполняется посыл. Посыл – это выжимание из-под себя коня вперед. Двигаемся шагом двумя ногами, одновременно делаем посыл. И конь идет шагом. При этом ручки держим правильно, у коня над гривкой, кулаки стаканом. Повод на себя не притягиваем. Для того, чтобы остановить коня, всадник прижимает колени, делает наклон назад корпусом и слегка двумя поводями делает полуодержку на себя. И конь останавливается. Спасибо всем за внимание. С вами была Алина Ботенская. И до новых встреч в Манеже.